привет комментариях попросили помощь в нумерации при открытии двери принципе вы можете это прочитать что у меня есть здесь у меня есть дверь это уже готовый блупринт в общем и область в которой я буду исполнить эти двери давайте зайдем в блупринт двери здесь ничего нету здесь единственное что у меня настроена дверь и чтобы я ее мог поворачивать для то есть точка пивота где необходимо и на двери находится получается обычный текст который я буду по сути рендерить данном случае вот я сделаю с собой сторон чтобы у каждой двери появлялась определенная до циферка нам естественно нужно где-то хранить данные параметры данное значение пусть это будет в самом персонаже не знаю где еще можете хранить там выбора очень выбор очень большой в принципе но самое простое это в персонажи одна переменная которая будет постоянно меняться это переменная давайте назовем ее нам б нам б дур тип переменной у нас будет и тоже так чтобы открывать дверь нам необходимо взаимодействие персонажи с дверью да выставим клавишу пусть это будет клавиша кей то есть f далее мы будем открывать будем открывать с помощью лайн трейса точнее да это точнее будет интерфейса но лайн трейс будет выпускать персонаж лайн трейс будет выпускать персонаж это лайн трейс бай ченнел от персонажа это будет наша камера получается наш world location да то есть позиция камеры она будет у нас стартовая далее мы здесь прибавляем значение некое она будет конечно но сейчас мы определим куда будет смотреть наш получается герой так скажем это у нас forward вектор данном случае вперед умножается на какое-то значение значение у нас надо во фото перевести пусть это будет 200 и мы вот сюда и и как раз таки прибавляем все в интерес у нас готов давайте выставим duration и далее что нам нужен это hit здесь мы будем получать нашего эктора и и в данном случае мы должны проверить у этого эктора если так если у него интерфейс это у нас даст increment интерфейс то есть если вы у него есть интерфейс который мы сейчас создадим тогда мы будем открывать эту дверь так давайте пока здесь мы продолжать не можем потому что у нас нет и самой крас самого интерфейса так перейдем сюда blueprint blueprint интерфейс не знаю будет ли кому то это все полезно но но как бы создаем так наши функции по открытию так скажем готова но единственное мы можем еще кстати добавить и добавить input input нам необходим чтобы не получать доступ к персонажа для этого мы забиваем нашего персонажа у меня это first person first person character то есть у нас будет пин дополнительный где будет состоять хранится так скажем персонаж ну и давайте введем сюда наш интерфейс добавляем название бипи интер я его назвал здесь мы тоже выбираем бипи интер так и на двери мы тоже также ставим наш интерфейс то есть и на персонажа и на двери мы сделали компайл и у нас интерфейс вот появился да то есть также и на персонажа интерфейс появился теперь из hit actor мы вытаскиваем нашу функцию которую мы написали она у нас называется f dur open если true естественно мы выполняем чтобы нам принять персонажика мы выбираем что это self то есть именно этот персонаж все компайл персонажи мы больше ничего не будем делать переходим к двери сейчас у нашей двери сделаем открытие самой двери так вытаскиваем наш интерфейс да то есть increment event вот он у нас появился player наш персонаж так давайте здесь создадим еще быстренько переменную open door или давайте к воздух потому что у нас дверь будет закрыта с самого начала так делаем проверку если у нас дверь закрытая да то естественно так давайте сразу play sounded location get actor location да то есть где находится у нас дверь выберем звук так я делал зачем-то выбрал play sound location выбираем звук открытия так это у нас вроде бы вот это звук открытия копируем сюда ставим здесь у нас будет закрытие двери далее мы делаем timeline чтобы открывалась дверка добываем трек float значение давайте выберем 1.8 две точки первое у нас будет значение 0 пусть будет 90 градусов выбираем две точки и сглаживаем их так здесь я не принял до 1.8 timeline мы можем закрыть так reserve мы естественно тоже подключаем сюда уже close door у нас будет галочкой сначала и сама дверь которая открываться будет на ней будет как раз таки цифрыки появляться потом мы делаем сцепь против макой ротейшин на update открываем значение подаем на z ну и на finish it вот мы давайте branch чтобы проверяли что у нас дверь открыта или или закрыта вот здесь ставим и здесь мы с это вытаскиваем в одном значении если дверь у нас закрыта мы ее образно открываем если наоборот закрываем так теперь чтобы у нас цифрыки все таки появлялись до нам необходимо как раз таки получить из персонажа нашу переменную нам бы дур берем get нам году и здесь просто инкременты делаем то есть прибавляем значение каждый при каждом открытии двери мы делаем плюсик она у нас записывает персонажи и значит проблем не будет то есть при каждой двери он будет записывать открытие двери если мы поставим переменную в двери то на каждой двери будет своя переменная так не надо делать теперь мы сюда как раз таки записываем текст с текст и подаем на оба значения циферку которая нам необходимо записать показать так на коус мы ничего не вешаем давайте сейчас посмотрим как это работает это мы дверь убираем здесь вот есть область по которой у нас спаунится двери если быстренько посмотреть каждое определенное время здесь просто время уменьшается для большого количества проверяется то что нету двери в данном месте если нету двери то он спаунит сейчас у нас заспавнится дверь мы к ней подойдем откроем откроем циферка единица циферка двоечка здесь у нас куча дверей дверей уже появляется и каждый подходя открывая у нас естественно появляется какая-то цифра над ней ну надеюсь это было кому-то интересно и полезно в общем на этом все и кто досмотрел до конца я хотел немножко подправить потому что я протестирование нашел баг в общем когда несколько раз открываешь дверь он прибавляет постоянно циферки и естественно у нас имеются проблемы в данном случае я здесь обошелся неким методом самой двери создал переменную при котором я записываю то есть если она не была изменена то есть значение допустим она больше нуля тогда мы просто открываем дверь то есть здесь дальше открытие двери идет если она равняется нулю по сути да мы выполняем данные функции то есть мы прибавляем к циферке number в персонажике да то есть и записываем и так далее то есть выполняется основное действие если она уже у нас и была изменена то естественно мы ничего не делаем из этого и здесь все то же самое ничего не было изменено а на этом все до скорой встречи всем пока а так так это так так это и Продолжение следует...